Первый замгубернатора рассказал о зарплатной статистике в регионе. Александр Ремига провел пресс-конференцию для журналистов по экономическим итогам прошлого года. Шестой канал задал вопрос о статистических данных по региональным зарплатам. Александр Ремига отметил, средняя зарплата по организациям, которые приносят прибыль, составляет почти 50 тысяч рублей. Однако мы уточнили, что наш вопрос касался не уровня средней зарплаты, а ее медианных значений по тому же промышленному сектору. То есть без учета самых богатых и самых бедных. Но, как мы поняли из ответа, под этим понятием первый вице-губернатор имел в виду среднюю зарплату по всем социальным сферам. Которая, к слову, примерно на 10 тысяч рублей меньше, чем по организациям. Когда мы говорим про уровень средней зарплаты, это то, что у нас генерится в экономике. А когда мы рассматриваем еще социальную сферу, то это не очень экономический объективный фактор. Если вам это так удобно, вы считаете, что вас услышат, как считаете нужным. Это факт. 50 тысяч и 40 тысяч. 50 это средняя экономика, 40 это медианная. Жителям Владимирской области, мне кажется, цифры это ни о чем говорят. Сколько они получают у себя на предприятии, им важно. Отметим, как правило, средние показатели зарплат у многих жителей вызывают недоумение. И чтобы не казаться страшно далекими от народа, статистики придумали еще высчитывать медианную зарплату. Для этого надо отсечь высокооплачиваемых и низкооплачиваемых работников. Зарплата тех, кто останется посередине и называется медианной. И вот она как раз больше приближена к реальному положению дел. Но, судя по ответу Александра Ремиги, для жителей региона эти цифры ничего не говорят. При этом первые лица области и регионального центра то и дело в своих отчетах бравируют уровнем средних, но не медианных зарплат в регионе. Среднемесячная зарплата составила чуть более 45 тысяч рублей. В 2021 году было порядка 39,5 тысяч. Это 17% рост. Средняя заработная плата по крупным и средним организациям по городу составляет на сегодня 52,9 тысяч рублей. Рост к предыдущему периоду 13,4%. Правда, Александр Ремига все же признал, существующий уровень зарплат не позволяет сдержать трудовую миграцию в Москву и Подмосковье. Причем, по его оценке, это... Острейшая проблема в любом случае. И она не решается за год. То есть это объективно надо подходить к этой ситуации. Это системная работа, которая выстраиваться должна в течение нескольких лет. И то, что мы подтянули за последний год уровень заработной платы, конечно же, движение пошло позитивное. Более того, первый замгубернатора посетовал и на нехватку кадров в области. И связана эта проблема в том числе с невысокими зарплатами. Что и вынуждает людей искать работу в других регионах. Так или иначе, безработица, если положу руку на сердце, она отрицательная. 3 тысячи на бирже труда, поправите меня, плюс-минус. За последние полтора года цифра практически не меняется. Соответственно, вакансий у нас на 23-й год был, на декабрь месяц, мне память не изменяет, 20 чем-то тысяч. А у нас работает в Москве и Московской области, в соседних регионах, несколько десятков тысяч человек. Среди обсуждаемых тем и экспорт из Владимирской области. По словам Александра Ремиги, по итогам прошедшего года он значительно прирос. Причем продажа продукции продолжается и в недружественные страны. Это те, которые находятся в определенной орбите и обязательствах, которые понимают, что без нашей продукции им не обойтись. И точно так же я могу сказать и встречно. Если вы думаете, что предприятия в Германии или в Чехии не хотят продавать нам свои станки и оборудование, это большое заблуждение. В дополнение, первый замгубернатора рассказал о планах дальнейшего освоения рынка Турции и Ирана, а в перспективе даже Африки. Алексей Домнин и Гордий Якович, Шестой канал.